20 сентября в Республиканском центре образования города Каспийска состоялось два торжественных и значимых мероприятия. Это принятие присяги кадетов и открытие на базе образовательного учреждения Музея следственного управления. В актовом зале в сопровождении военного оркестра по традиции прозвучал гимн России. Ведущие рассказали присутствующим об истории кадетского движения и его значении в современной России. Сегодня кадетское движение в России стремительно растет, расширяется специализация подготовки кадетов. Доброта это прежде всего защита слабых, неравнодушие к чужой беде и поддержка ближних. И конечно же кадет это патриот России, гражданин обладающий чувством национальной гордости и гражданского достоинства. Почетными гостями мероприятия были глава Дагестана Сергей Меликов, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Дмитрий Беляев, глава Каспийска Борис Гонцов, заместитель председателя правительства региона Рамазан Джафаров, прокурор Дагестана Виктор Эб, министр внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашид Магомедов, исполняющий обязанности председателя Верховного суда Республики Дагестан Алибек Колуб, сотрудники Следственного комитета Следственного управления региона и многие другие. Для всех присутствующих воспитанники РЦО подготовили небольшое театрализованное выступление по произведению Васильева «Азори здесь тихие». Первой погибла Лиза Бричкина в болоте. Последний кусок до сухой земли оставался. Огромный пузырь случился перед ней так неожиданно, что она рванула в сторону. Всего шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору. Трава была где-то рядом. Шаг, полшага от нее. С 2018 года в Центре образования функционируют классы Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан. И в этот день учреждение в пятый юбилейный раз принимает обучающихся в профильный кадетский класс. И вот для ребят наступил волнительный момент. Они дают клятву на верность своему классу, школе и родине. «Клянусь достойно учиться и жить, а в будущем верно отчизне сужить. Клянемся! 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 Клянемся!» С приветственным словом и пожеланиями к кадетам выступил руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Дмитрий Беляев. «Я желаю вам, дорогие кадеты, быть достойными старших товарищей, учителей, гордо нести звание кадета. Успехов вам во всех делах. Помните, что Родина надеется на вас. Удачи вам, мужества, стойкости духа, здоровья и успехов в учебе». Далее состоялось открытие Музея Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан. В торжественной церемонии перерезания красной ленты приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, прокурор Республики Виктор Эб и руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Дмитрий Беляев. Присутствующим провели экскурсию по музею, где представлено несколько десятков экспонатов, которые раскрывают историю следствия со времен создания указом Петра I майорских канцелярий до современности, а также форменное обмундирование и криминалистическая техника. Особый акцент уделенного созданию рабочего кабинета советского следователя. Документы и фотографии того времени отражают ежедневный труд специалистов. При исполнении служебного долга.